Ты же на чемпионат мира пойди поедешь еще? Поживем увидим. Против нас, русских будешь, да? Вернее, сборная России-то не будет. Да, так что так что нормально. Нету никакого патриотизма. А вообще, видел новости, да, что сборная? Страшно? Да блин. Непонятно просто. Да, как-то не знаю, почему так происходит. Мне кажется, ну, обидно. Все равно обидно за русских пацанов, которые будут выступать. Как они будут опять? No name? Сборная No name? Понятно. Придумаем майки какие-нибудь. Какой цвет у нас будет? Знаешь, можно сделать бело-красно-голубые. Надо подумать им. Пришли свои наброски. Привет! К вечеру понедельника выяснилось, что чемпионат мира в Санкт-Петербурге и молодежный чемпионат мира по хоккею в Новосибирске и Омске все-таки под угрозой срыва. Рене Фазель обещает защищать, но он мало что может. Но вы в Новосибирске и Омске стадионы строите. Не останавливайтесь. Миталург продолжает исправлять ошибки Геннадия Величкина. В список отказов внесен тот хоккеист, которым хвастался бывший менеджер. Миталург отправил в список отказов Владимира Галузина, еще один человек, чьим приобретением гордился Геннадий Величкин. При этом он, кажется, совсем не понимал, кого зовет. Уже на предсезонных матчах было заметно, что на форварда возложили обязанности, которых он никогда не выполнял. Так его ставили в первое звено, ждали большой результативности, неправильно оценив 12 плюс 13 в торпедо сезоном ранее. Но в Нижнем Новгороде была совершенно другая система и статистика Галузина скорее была приятным бонусом. То есть от него никто и не требовал так много забивать. Но получалось. Илья Воробьев сразу разобрался, кто у него в первом звене, кто во втором, а в третьем и четвертом были люди быстрее Владимира, агрессивнее и менее творческие. Да тут еще и травма, из-за которой Галузин пропустил 17 матчей. В общем, тренеру он стал не нужен, а цифры Владимира были удручающими 1 плюс 1. Если контракт будет разорван, то хоккеист выйдет на рынок и найдет себе команду при условии, что забудет про сверхдоход. Согласиться на понижение с руками оторвут. Дело свое Галузин знает. Салават Юлаев сохранил защитника Филиппа Ларсена до 22 года. Эх, заглянуть бы в будущее и посмотреть, кто будет тренировать клуб. Валерию Нечушкину ночью немного не повезло. Забил и Овечкин, потому разрыв между хоккеистами сохранился. За последнее время сразу три игрока из ВХЛ перебрались в КХЛ. Никита Дыняк здорово начал в Акбарте. Сейчас немного подсел, но при этом все равно держит определенный уровень. Семен Ручкин ночью уехал в расположение Иштали. Довольно крутой защитник Динамо Санкт-Петербург перебрался в Авангард, но наступила пауза в турнире и ему лучше играть, чем слоняться без дела. Вчера адмирал забрал из Югры Кирилла Пилипенко. Я слежу за Кириллом еще с МХЛ. Это один из самых техничных игроков, для которого шайбы, типа той, что забил недавно Свечников, не какое-то чудо, а обыденность. Руки у него золотые. Но с 15-го года он провел в КХЛ всего 7 матчей, один из которых пришелся на автомобилист после перехода. В МХЛ Кириллу позволили делать то, что он умеет, и это принесло результат. В Югре в этом году у Пилипенко 19 плюс 16 в 32 матчах, и он шел на личный рекорд. Сергей Светлов точно разберется в достоинствах игрока, лишь бы только Пилипенко не ставили к разрушителям, а то тогда в переходе не будет никакого смысла. В сборной России перед Евротуром еще две замены. Артема Зуба заменит Алексей Марченко СК, а Андрея Педана Артем Сергеев из Салавата Юлаева. Кстати, если бы Педан и Сергеев бились за место в сборной, то драка была бы зрелищной. И последнее, трактор попытался лишить аккредитации журналиста Олесю Усову, которая критикует руководство клуба. Повода же нету, команда всего лишь на 12 месте, а доплывов какие-то 13 очков. Однако в КХЛ с недоумением встретили доводы Челябинского клуба и отказали трактору. Надеюсь, что они одновременно посоветовали не позориться и заняться своими делами, которые выполняются из рук вон плохо. Тем временем Олеся продолжает вредить. Вчера она пропустила две легкие шайбы от Сибири, а в конце встречи, когда заменили голкипера на шестого полевого, ее вывели на бросок и она промазала. Кроме того, Усова отправила Крымцова в ВХЛ. Если бы не Олеся, трактор шел бы сейчас на первом месте. До свидания. Не знаю, как сказать. В принципе, ничего такого особого. Просто больше надо вся верить. Так могу сказать. У тебя для казаха хороший русский. Спасибо. Учил специальный русский? Учил специальный русский где-то? Да, в школе. Специальную школу ходил, да? Да. А вот скажи, я за тебя проголосовал на матч звезд, но тебя не выбрали. Это вообще позор, да? Все куплено? Не знаю.